Который посвящен саморазвитию, эзотерике, парапсихологии, магии. Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы мне задали в моей группе в фейсбук Дуйко Кайлас ИРТЕ. Получил я 137 комментариев. Также вижу сейчас, что вы пишете свои комментарии у меня в группе. Не в группе, а в ютубе. Все это видно. Итак, начнем. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Анжелика Ирахнудинова. Татьяна Орехова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Желаю всем добра, рада, что могу вас снова слушать. И я. Мне поставили диагноз. Сначала вопросы, которые в нашей группе ИРТЕ. Итак, Людмила Пономаренко. Андрей Андреевич, дочь беременна. Доктор сказал, ребенок обвит пуповиной. Скажите, пожалуйста, соглашаться на кесаревое сечение или естественные роды? Заранее спасибо за ответ. Однозначно только кесаревое сечение, опасность для ребенка и матери нереально высока. Поэтому не нужно делать какие-либо действия, верить кому-либо, что сам родится и так далее. Это опасно. Опасно, когда ребенок обвит пуповиной. Поэтому только кесарева. На всякий случай, знайте, пусть ребенок жив будет. И двери закрой. Алена Несен, Ненко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мы с мамой вашей учениц. Скажите, пожалуйста, когда можно будет вернуться домой в Херсонскую область, село Станислава? Будет ли целым наш дом? Нарисовали ваш символ на всех объектах территории дома. Было 4 прилета. Ракет возле дома. Вылетели окна и двери. Сейчас находимся в Винницкой области. Заранее огромное спасибо за ответ. Дом останется у вас целым, но очень пострадает, потому что будут и окна выбитые и так далее. Когда можно будет приехать к вам и находиться там, можно будет приехать аж в конце, в начале июля. То есть весь июнь вам туда ехать не нужно. Поэтому, извините, хотел бы сказать другое. Марьяна Лавриненко. Я читала коды где-то месяц. Действует. Я довольна. Спасибо. Много сложились обстоятельства, что я выгодно была прервать чтение кодов. Где-то 2 недели. Сейчас я думаю снова читать. Скажите, как повлияет этот перерыв? Как повлияет? Как их читать по-новому или продолжать? По-новому, по-старому не имеет значения. Что такое коды? Представьте себе программа. Программа, допустим, дети будут играть в программу GTA. Это компьютерная программа, где есть свои правила. И вот ребенок играет, пробует. Там есть свои правила переключать на джойстики. А потом есть программист, который знает, как устроена программа. И он говорит, давай я тебе введу определенный код. И этот код изменит твои силы в этой программе. Изменит твое восприятие этой программы. Добавит тебе способности в этой программе. Или силы какие-либо. Так вот, мои коды, это те программы, которые дает вам программист. То есть, когда человек живет в обычной жизни, он... Что там идет? Либо перезагрузка, это очень сложный процесс. Психология, философия, карма. Или он должен подключиться вот к таким кодам, к которым относятся мои чит-коды. К которым относятся мои символы, особенно обновленные. Которые я периодически выкладываю не старые с циферками, а обновленные. Далее, к таким кодам относятся мои шумы. И самое мощное, это, конечно же, мои эзотерические тренажеры. Очень рекомендую особенно обратить внимание на эзотерические тренажеры, которые посвящены богатству, увеличению материального благополучия и так далее. Если бы те люди, которые сейчас находились где-либо, и у них было бы свободное время, но они не проводили бы это свободное время, в том, чтобы без конца смотреть последние новости, хотя и ни в чем не обвиняют, и все это время, хотя бы один час в день, занимались по эзотерическому тренажеру привлечения материального благополучия, или же сангая, связанная с аншайн-кокон денег, то уже через два месяца они бы смогли создать, и мир бы создал для них совершенно другие события, которые были бы связаны с невероятным поворотом судьбы в сторону материального благополучия денег, сил, которые позволили бы решать трудно разрешимые вопросы, связанные с материальным благополучием и так далее. Это выход очень часто из той ситуации, в которой сейчас оказывается человек. Неважно, в какой вы стране будете находиться, занимайтесь моими тренажерами. Марина Марина. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андрей. Скажите, у меня есть способности целителя и эзотерика? Рима Али Шаускайте. Здравствуйте. Всеми силами пытаюсь заработать и купить квартиру для своих детей и себя. Пожалуйста, скажите, получится ли мне купить сейчас, или стоит подождать? Спасибо вам. Очень часто этот вопрос задают мне люди. То есть у человека получается все в жизни, но у него не получается то, что он хочет. С чем это связано? Первое. Когда-то я был достаточно молодым человеком таким и решил, что самой заветной задачей и нереальным счастьем для меня было бы стать богатым человеком. И там было три идеи. Это купить квартиру, это иметь свой автомобиль, там еще что-то. И у меня со временем это очень быстро произошло. И после того, когда произошло, я помню этот год, хорошо начал работать магазин, как-то были там разные идеи, задачи и так далее. И после этого прошло время, где-то 7-8 месяцев я разбился на машине, после чего попал через один год или через два года в онкологическую больницу. И после чего вот такая длительная история. И к чему я это говорю? Потом поменялись мои идеи. То есть самое важное для меня стало уже не квартира, а самое важное стало для меня это возможность быть здоровым человеком. Уже финансовые такие элементы, они были отложены совершенно на другую, совершенно другая задача. Вы должны понять, что у человека всегда есть определенная мета-задача. Если эта мета-задача является колоссальным, мега-задачей его жизни, по его мнению, прям недостижимая, прям универсальная, и он от нее получает сумасшедшее удовольствие, а одновременно еще и страдания, то достигнуть такую задачу ему будет чрезвычайно сложно. Почему? Это и есть тот ключ, который заставляет вас страдать и шевелиться, и вы к нему двигаетесь. Поэтому если человек очень хочет квартиру, у него появится все, кроме своей собственной квартиры. Что нужно делать? Мой совет, отпустите и не хотите квартиру. Живите как живется, накапливайте деньги по чуть-чуть, стремитесь к чему хотите, но не желайте замуж, не желайте квартиру, не желайте чего-либо еще. Просто живите вот таким образом. Поменяйте задачу. Пусть она для вас будет не такой важной и не такой ключевой, как у вас сейчас. Очень часто женщина не может выйти замуж, потому что это мега задача. Вот выйду замуж, а потом хоть умирай. Не выйдете. Вот будет квартира, а потом хоть умирай. Нет, не будет квартиры, потому что будет квартира, и потом умрете. А вы хороший человек, вы нужны этому миру. Поэтому отпускайте такие мега задачи, не ставьте эти мега задачи для себя задачами, которые прямо мега, и после них хоть потом умирай. Заработайте, заработайте. Получится, получится, не получится. Именно так нужно отпускать. Говорит, а не получится, проживу без квартиры. Тогда получится. Галина Кожушко. Дети в Венгрии очень хотят в Украину. Скажите, будьте добры, когда безопасно в Полтавскую область возвращаться? В Полтавскую безопасно уже сейчас возвращаться. Смело можете возвращаться. Суворова Ганна. Мира вашему дому. Хотелось бы узнать, как вести себя с мужем и сыном, или даже им помочь в этой ситуации. Мальчику 16 лет. Категорически не хочет учиться в школе, неконтролируемый, с большими сложностями сдал экзамены на поступление в старшую школу, в китайских старших школах. Все живут в общежитии при школах. На выходные раз в две недели приезжают домой. Сын побил одноклассника, проживающего с ними в комнате, за то, что тот сделал ему замечание, чтобы не беспокоил его сон, стучал гантелями. Еще он все время манипулирует. Отцом дает обещания, потом не сдерживается, начал гулять по ночам, приходит в непонятное время, домой беспокоя всю семью. Мы приняли жесткие меры, сказали, что будет жить со своей мамой пять месяцев, пока не исправит свое обучение, исправится, вернется домой, запрет на телефон, с выходом в интернет. Скажите, получится ли доучить ребенка до школы? Итак, первое. У ребенка изменилось состояние, когда он пришел в школу. Что необходимо знать? Если у ребенка меняется состояние в тот момент, когда он приходит в школу, и меняется в худшую сторону, он не может спать по ночам, по ночам гуляет, ставите тире и говорите психотропные препараты. Это всегда является, вот то, что вы описали, это вот типичное, описанное состояние ребенка, который недополучает психотропных препаратов и желает их. То есть это таблетки какие-либо, оно же в начале, кажется, безобидным. Человек становится агрессивным, не может контролировать свои поставленные задачи, по ночам гуляет, не слушается. А вы к маме? Ну а мама при чем? Слушайте, вы займитесь здоровьем. Первое, что нужно сделать, ну нужен нарколог, пусть нарколог осмотрит. Второе, кто должен осмотреть, психиатр, и посмотреть, есть ли проблемы, нарушения психики у этого человека. И третий психолог, то есть пусть еще и психолог посмотрит. А так интернет, вы что думаете, интернет решит какие-либо задачи этого ребенка? Вот лично я, вот сомневаюсь. Но это не значит, что он принимает наркотики, опять-таки, это могут быть неврозы, неврозы, невротические состояния, психозы, просто психологические проблемы. Обратитесь серьезно. А еще один момент, мама мальчика при разводе отсудила проживание его с ней, а потом привезла его к мужу и сказала, что не может заботиться о нем, и муж принял его. Все обязанности, ответственность она перегрузила на мои мужа плечи. Я пришла в эту семью, когда мальчику было 10 лет, муж был и есть постоянно на работе. И ваш муж уважаемый человек. И то, что он принял своего ребенка, тоже правильно. Это его ребенок. И он правильно поступил. То, что на вас переложил, если любите этого мужчины, будете терпеть и любить его сына, плюс какой в этом и минус какой. Конечно, рано или поздно начнут появляться конфликты. Обязательно отселяйте от себя такого ребенка и возьмите на себя ответственность, чтобы этого ребенка содержать. Вам и мужу, раз мать не может. Не обвиняйте мать, она ни в чем не виновата, вы ничего не сможете сделать. Хиба маты, ну это на украинском языке, есть такое, ребенок не виноват, что мама не в себе. Муж был и есть постоянно на работе, весь груз перешел на меня, у меня своя маленькая дочка. Я помогала всегда мужу, как могла, вперекор своему эгоизму. Правильно делали, карму отрабатывали. Как сделать, чтобы мама ребенка брала ответственность за своего сына? Никак, она не будет брать. Если мать отказывается от ребенка и говорит, пошел он, то она никогда не возьмет. Значит, там есть проблемы. Алкоголь, возможно, нестабильное поведение, психика, расстройство личности и так далее. Муж не хотел жениться на ней, не ребенка. И что? Не хотел бы, ребенка бы не было. Знаете, так говорят, как это не хотел, а ребенка заточился с вами. Как это так возможно? Вы в этом всем обвинили мальчика, обвинили мать, обвинили своего мужа. Не надо идти путем обвинений. Идите путем решений. Не почему это произошло, а как решать. То есть, в вашем случае решения, это мои рекомендации, попробуйте их услышать, возможно, вам будет это. И не обижайтесь на меня. Вам никто этого вот так конкретно не скажет. Алена Куб. Очень хотелось бы узнать, и не только мне, когда откроется граница для мужчин аж после аж в конце ноября. Граница для мужчин откроется аж в конце ноября. Сейчас, в ближайшее время, ничего не получится. Анютка. Добрый день. Очень прошу, прочтите. В гроб покойнику положили фото молодой женщины, которая через 2-3 года заболела и умерла. Не повлияет ли это колдовство на ее ребенка и родных по крови? Нет, нет. Также у нее дома в подушке она нашла какое-то сало. Нашел кто? Уже обмотанное червями. Кто нашел в подушке? Ее же положили и похоронили. На колдовство ребенка. ребенок нашел, наверное, да? Если нашли элемент магии, то элемент магии необходимо устранять. Каким образом? Первое, положить этот элемент магии, на него положить серебряную ложку, серебряную там, что угодно, серебряная цепочку и так далее. После этого оно сутки должно полежать и после этого серебро можете забрать, а все остальное сжечь. Нужно ли спать на этой подушке дома лежит, можно ли на ней спать? Можно, если вы элемент обрядовой магии достали это сало и после этого выбросили и так далее. Вообще, я хочу сказать вам, что если в семье нет любви, если в семье все вот пытаются жить по принципу там, украсть, стянуть, там, никто не хочет для семьи делать, если каждый озабочен какими-то мелкими элементами, там, там, эгоистическими, там, только я, для меня, это мне, это спрячу, там, смотреть буду только я, если семья не объединяется, то каждый начинает, как в, как в басне Крылова, рыба, рак и щука тянуть эту семью в разные стороны. Должна быть для семьи очень важная такая система, это там, не просто кушать по утрам или вечерам вместе, а при этом друг другу говорить какие-нибудь хвалебные оды, говорить о том, что кто-то кого-то любит, о том, что кто-то кому-то хорошо относится, или вот так похорошело, там, и так далее. То есть, это должно быть, это обязательно условие, чтобы все чувствовали вот такую поддержку, вот такую опору и вот такое взаимное семейное тепло. Это очень важно, потому что, когда там ребенок хочет только рог, мама хочет там только, там, я не знаю, краситься, мыться, еще там, а папа хочет там другую тетю и так далее, это все, или там, и каждый сам по себе пытается вот найти свое или свой участок, а это все образовывает отдельное энергетическое веретено, и каждое веретено тянет ниточку семьи и получается из более сильной, из более слабого, так родители у детей воруют, а дети становятся агрессивными, ну и вот это все в куче отрезает семью. В семье должно быть первое, что необходимо сделать, очищение пространства, второе, по системе эзотеристской школы Кайлас, как это сделать, проходите мою первую ступень, прямо сегодня это можно сделать, перейдя на мой сайт duiko.guru там я рассказываю вам о том, как произвести энергетическое очищение вашей семьи, второе, как начитать мантру котеви-катероса, гроссомани-соха, для того, чтобы все живущие в вашей семье начали друг к другу относиться, как связать допустим мужа и там детей, для того, чтобы они друг друга обожали и более тепло относились и так далее, эзотерика, магия, вам в помощь. Вера Кериндясова, здрасте Верочка, огромное спасибо за поддержку и пример, какими должны быть отношения в кругу домашних, здоровья и счастья вам, скажите пожалуйста, можно ли сейчас в такое непростое время, когда вокруг столько зла творится, проходить Сангая-66, да, Сангая-66 уберет это зло, я его создал специально для того, чтобы это зло искоренить, после него чувствую себя как заново родившимися правильно, как бы чище, не только вы чувствуете, те люди, которые находятся вокруг вас, в вашем доме, в вашем районе и даже для некоторых с высокими ступенями учеников, даже в городе или даже в области начинают чувствовать хорошо, и время уже такое прошло, когда конфликт, конфликт шел, и сейчас этот конфликт, он шел до определенного времени, там до конца апреля, и после чего он начал идти в виде спада, конечно же, в виде спада, кто-то хочет сказать мне, это не так, и так далее, нет, это так, 8 точек вхождения было на территорию Украины, и в эти 8 точек постоянно там происходили атаки, там убивалось очень много людей, и так далее, на сегодняшний день осталось только 3, поэтому это говорит о том, что плавно все переходит в состояние уже латентное, то есть вот такая волна она отходит и плавно переходит уже в совершенно в другую форму или в другой формат, когда волны нет вверх, то она уже больше становиться не будет, а когда волна идет вниз или скатывается волна, вот тогда прям необходимо читать такие мантры, потому что они помогут эту волну сделать ниже, говорил раньше, что нельзя очень светиться, нельзя очень светиться, когда идет большая волна, я поэтому и говорил, сейчас ничего не делаем, уже сейчас в данный момент можете, учитель здравия вам и вашей семье вопрос, есть ли техника или коды для того, чтобы заставить сына измениться, не хочет ни работать, ни учиться, говорит, сидит на моей шее, деньги, клянчит, уже нет сил, выгоняла, плачет, подождать, когда найдет любимое дело, опять пускаю, верю, увы, изменений нет, сыну 27, парень не дурак и лениться, и никак не может себя найти, ученица школы, ребенка должно что-то вдохновлять, вообще совет такой, повесьте в его комнату, где он живет, красный перец, в виде вот такого, в виде перчинок чили, в виде бус, или в виде такого оберега, чтобы где-то оно лежало, второе, начните ему давать два препарата, один препарат, это препарат магния B6, это будет его успокаивать, и обязательно начните давать ему кальций, кальций поможет вырабатывать больше сексуальных гормонов, сексуальные гормоны будут заставлять его быстрее шевелиться, так, в случае, если гормонов не хватает, меньше шевелится, если гормонов достаточно, ну и здесь такой нюанс, если гормоны падают, то тогда портятся там кости, зубы и все остальное, если дать кальций, то тогда и гормоны восстанавливаются, появляется у человека силы и потенциал, пожалуйста, используйте практику, когда я говорю сложить руки и выпрашивать или вымаливать, пусть все получится, пусть каждая дверь откроется, выполняйте практику когда много там голов и много рук, все на первой ступени, я же об этом говорил, может ли это помочь, нереально хорошо работает, Гелена Переверзева Бажанова, смогут ли муж и сын получить работу в ближайшее время, сын да, муж нет, Татьяна Амбросимова, добра, спокойствие, подскажите, какой номер метасоника для меня будет очень полезным, третий, Надежда Мурша, Андрей Андреевич, вы посоветовали мне пока не продавать свой дом, подскажите действенные практики, чтобы прекратили разбивать окна, сносить штукатурку, чтобы отвадить вредителей, заколочено все, но срывают доски или проводку, выдернули, как выявить вредителей и воров, с уважением ваша ученица, поставьте на пульт охраны, пусть у вас там приезжает не вы, а там, чтобы кто-то реагировал, есть же там компании, которые могут охранять, я не знаю, откуда вы, если из Украины у нас можно ставить дома даже в селах на пульты охраны, если у вас такого нет, то скорее всего никак не отвадите, это видимо какой-то алкоголик есть там местный, вот они там выпьют, бродят по селу, им делать нечего, они туда приходят и вредят, есть символ Тарантул, можете его, также куча символов, которые есть в моей группе Дуйко, Коглас и РТЕ, найдите от вреда, от воров, ну и поделайте это, когда мой старший сын найдет себе невесту. Светлана Фисенко, слушая ваши вебинары, никогда не задавала вопросы, так как, только задав их, всегда приходит ответ из ваших ступеней вебинаров СНГ, сегодня решилась, скажите пожалуйста, в моей семье карма быть одиноким и женщинам, и мужчинам, я два раза была замужем и два гражданском браке, мои дочки тоже не складываются отношения, делала и откуп рода из второй платной, и противоядие злу прошло, и многие СНГ, последний мой мужчина сказал, что сын не хочет наших отношений, мне почти 60, я довольна жизнью, просто хочется прервать этот круг одиночества для детей и внуков, спасибо, с уважением, ваша ученица, в вашем случае, ваши дети, вашу судьбу не повторят, не нужно переживать, ни внук, ни сын, ни девочки, там никто этого не будет, не переживайте, одинокими они не будут, не повторяется, карма ваша, на вас и закончилась, Светлана Ткаченко, пожалуйста, я исправляла некоторые дефекты речи, как сделать так, чтобы мозг, нейронные связи быстро адаптировались к новому произношению, поможет вам щавель, возьмите щавель, конский или пищевой, накопайте корней, насушите их, перетрите в порошок, каждый день пейте, одна чайная ложка на стакан воды, один-два месяца и мозги синхронизируются с аппаратом, проверенный, очень хороший метод, кстати, поможет и тем, кто заикается, дальше, дыхание по патрулу Далкару, выполняйте его, и вот таких проблем не будет возникать, матросова Елена, я выиграла грин карту в Америку, я думаю, что это благодаря вам и школе, скажите, получится там устроиться, конечно, да, едьте смело, у вас будет очень интересная и хорошая жизнь, Рябчикова Алена, сейчас нахожусь в Германии, с детками выехали из-за войны, скажите, пожалуйста, когда безопасно возвращаться в Киев, родителей хочу отправить под Одессу, еле выехали из Мариуполя, под Одессу нельзя, когда будет безопасно возвращаться в Киев, в Одессу, в Киев уже сейчас можете возвращаться, в Одессу необходимо, ну можно, но лучше сейчас подождать, да когда подождать, аж до августа, когда закончится бойня между славянами, нет, друзья мои, это бойня, бойня не между славянами, я хочу сказать вам, что данная бойня является нападением Российской Федерации на территорию Украины, большая страна, под поводом того, что на нее хочет напасть маленькая страна, неразумно согласитесь, решила, что она должна прийти в эту страну и защитить русское население, причем она решила это делать, бомбардируя города большие, при этом расстояние между Донецкой областью и Киевской больше тысячи километров, таким образом, как могло помочь восстановление Донецкой области, если бомбардировали Донецкую область, Харьковскую область, и Киевскую область, и Луганскую область, и Львовскую область, и Черкасскую область, и так далее, Сумскую область, и так далее, то есть это не бойня между славян, это нападение российской армии Российской Федерации на Украину. По поводу Бомбаса и Донецкой Республики хочу сказать вам, что Донецкая Республика в свое время была процветающей областью и там пришли террористы, которыми был Стрелков Гиркин, Гиви и так далее, которые были солдатами и военнослужащими Российской Армии, которые сделали все для того, чтобы перевести в ранг террористической организации данную страну. После этого привезли туда русские танки, затеяли там русский мир и распилили и вывезли заводы и то, что там было, большие торговые центры, заводы, там все, что можно было, сделав сейчас вот этот кусок земли абсолютно нищим, бедным и ужасным. И, конечно же, это все сказали, что это все делала Украина, обвинив, как всегда, как и сейчас происходят эти обвинения, конечно же, Россия напала на Украину, но Украина сама себя бомбит. То есть, а смысл тогда России здесь, знаете, пусть не бомбит нас и уходит, тогда мы справимся. Пусть выведет Российская Федерация войска из Украины, уже русские, которые были искренне русскими, уже ненавидят русский язык и на нем разговаривать не хотят. Вот, домилитаризировались. На самом деле, вот эта вся идея, эта вся идея, она зомби. Почему? Используется 21 кадр, используются специальные слова, используются даже шумы, которые я умею определять во время того, когда выступают. Используются мигающие, используется ложь, используется зомбирующая ложь, используется повторение, используются одни и те же фразы. Одни и те же фразы используются, причем триггеры ставят в виде NLP программирования, это рычащие звуки, они никогда не сидят, все время стоят, они стоят так, чтобы там определенным образом смотреть в камеру. Это все работает как профессиональное построение системы влияния на людей. Верите вы? Нет. И я знаю, что сейчас там вновь начнут обвинения, плевать в мою сторону, говорят, дуй-ка, ты сволочь, там всех спасаем. Это вам так кажется. Никто никого не спасает. На территорию Украины пришли войска, они пробуют забрать эту, хотели Луганск освободить и Донецк, да, ну а зачем тогда в Одессу вошли? А Херсон зачем? Что там делать? Позор вообще. Я настолько расстроен и настолько вижу это все, и вижу эту гадость все, знаете, это просто ужасно. Очень прошу, простите. В гроб покойнику так ответил вроде. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы можете сказать о переходе Земли на новые вибрации, трансформации ДНК с появлением новой золотой расы и грядущих катаклизмов? Отвечал. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Просмотрев семинар «Противоядие зла», я обнаружил у себя все симптомы психического напряжения. Частые воспоминания о прошлом, сухость, чувство жажды жара в теле. Стулосик, сгорбленность, после месяца проведенного в подвале Мариуполя, это усилилось. Могли ли вы, лазя из раскаленных углей, сам себе вставлять холодные стеклянные зеленые шары, принимая афа, базол, гидомарин, кальций Д3, холодный душ? Начните читать мои тайные слога. Этих тайных слогов три. Они способны полностью восстановить сознание и психику человека. Первый слог – это слог «припутав». Второй слог «тряв сык». И четвертый – «кистеплово». «Припутав», «тряв сык», «кистеплово». Они помогут вам справиться, если вы зададитесь целью и делаете это. В моей жизни такая же ситуация была, поверьте мне, не лучше. Еще и в чужой стране. Каким образом и что я делал? Я выходил на улицу, было тепло, садился там возле деревца на камушке, голодный, закрывал глаза, расслаблялся и просто сидел с закрытыми, а потом уже и с полузакрытыми глазами. И как бы завершающим этапом было то, что я сидел с открытыми глазами. Сейчас, спустя годы, я могу сказать, это очень успокоило психику. Это называется дзен-медитация. Медитируй с закрытыми глазами, думай о чем хочешь. Медитируй с полузакрытыми, думай, что придется и что придет. Медитируй с открытыми, концентрируйся на том, чтобы мысли дурные не появлялись. Делайте это поочередно, так вы сможете приручить свое сознание и научитесь им управлять. Правда, очень эффективно. Но это сложно, это сложный путь, но это путь единственный, который поможет справиться с этим всем. Людмила Коваль. Учитель, скажите, пожалуйста, как можно из жижи невезения вытянуть сына Андрея? Складывайте ручки и говорите. Мой сыночек любимый. Представляете его... Ай, что это такое? Мой сыночек любимый. Это кто-то ругает меня. Раз нос чешется, значит кто-то ругается. Не ругайте меня. Если вам не нравится то, что я говорю, удалитесь с моего канала и больше никогда не приходите. А я хочу вам сказать, а все равно спридете. А все равно спридете. Потому что я даю очень много тем людям, которые на меня подписаны, которые приходят ко мне. И по здоровью, и по жизни. И все равно никто этого не даст. Это было в самом начале этой войны. Там все фу, дуйко, там бла-бла-бла. И все поудалялись. Три с половиной или пять с половиной тысяч человек. А потом на протяжении месяца все вновь повозвращались. Почему? А вот так. Потому что я утром просыпаюсь, складываю ручки и говорю, пусть всем ученикам будет хорошо. Пусть у них двери откроются. И пусть они будут счастливыми и так далее. А больше за вас, даже вы и ваши дети, никто не просит каждый день. Никто. И не попросит никогда. В большинстве своем. Почему? У каждого свои занятия, а я занимаюсь школой. В этом разница. Моя и людей. А там кто-то хочет уйти из школы. Баба-звоза. Кобыли легче. Я уже говорил, для меня школа это хобби. Если у меня это хобби есть, я им занимаюсь. Не будет этого хобби. Поверьте, я не беднее стану, не страдать. Не буду сильнее от этого. А если сын нервный, выполняйте практику. Складывайте ручки между собой, как я обучаю. С открытыми глазами по утрам. Представляете, будто он маленький. Вы его только от груди оторвали. Вспомните это. Положите перед собой. Вы говорите, ты мой сынок Андрюша. Или как его там зовут. Я желаю тебе, пусть все дороги по работе откроются. Ты мои маленькие ручки, мои маленькие ножки. Пусть все девочки тебя любят. Пусть этот мир тебя обожает. Пусть куда ты не зайдешь, у тебя все получается. Пусть на один шаг вперед, еще пять вперед. Пусть материнская любовь тебя подталкивает на то, чтобы... И это называется вымаливание. Если слезы у вас пойдут, вы очистите ему таким образом карму. Знаете, как у иудейского населения, возле стены плачут. Почему плачут иудеи? Потому что они таким образом делают себя ребенком перед Богом. Бог кому поможет? Ребенку или взрослому? Ребенку. Поэтому, когда человек плачет, то ему хочется помочь. Поэтому, если это элемент связи человека и Бога, поплачь возле стены плача, и тогда тебя Бог услышит 100%. Помогает тем, кто плачет. Плакать, это значит очищать свою карму. Смотоваленко Людмила. Скажите, практикам я нашла работу. Подскажите, я выйду замуж, да? Грандсмит. Дочка 14 лет. Не хочет быть женщиной. Запретила такие слова, как дочь. Она. Постриглась коротко. Одевается в черной агрессивной депрессии. Режет себе руки острыми предметами. Плохо кушает. Плохо кушает. Хочет стать веганом. Психически не справляюсь. Нет, это не ко мне. Это не ко мне, уважаемый господин Граци Смит. Это вам необходим психиатр. Я говорю вам серьезно. Это типичные признаки депрессии. связанные с низкими гормонами, скорее всего, происходят какие-то необратимые реакции, гормональные процессы. Это все можно вылечить прогестероном или какими-либо свечами или определенными препаратами. Она в том возрасте, когда можно еще к ней найти подход. Сегодня я рассказывал, если вы хотите как-то справляться, то хотя бы облегчите ей жизнь. Складывайте ручки и вымаливайте ее. Алена Лапчук. Здравствуйте, мы из Херсона, мой муж в плену российских войск. У нас дома был обыск. Его очень сильно избили. Подскажите, чем я ему могу помочь? Представляете его и на вдохе и выдохе произносите слога. Аспис, аспис. Представляю, будто эти слога на нем появляются. И его отпустят и больше не будут мучить. Дальше, представляете его после того, когда прочитали аспис, аспис, до вечернего времени. Ночью нельзя читать. И читать надо с открытыми глазами. После этого с открытыми глазами произносите нак, нак. И представляете, будто он стал золотым. И все вокруг подходят вот так, его обнимают и прижимают. И нельзя представлять его лежа, только стоя. Пусть у него все получится. Владимир Ивакин. Спасибо вам большое за все. Скажите, как ведет себя Метасоник 8 и улечение психической энергии? Если в последнее время бывают негативные состояния, раздражение, злоба. Я нахожусь в оккупированной Херсонской области, в городе Каховке. Влияют ли мои эмоции на действия Метасоника? Необходимо, если Метасоник, который вы носите, влияет так, что вы не можете сдерживаться, возьмите Метасоник и разверните его другой стороной. У Метасоника абсолютно разнополярные стороны. И очень часто он требует, чтобы его повернули другой стороной. Поэтому, если так раздражаетесь, разверните его. Настроение будет прямо противоположное. Не забывайте использовать по утрам свое духовное имя. Наташа, Таша. Бизнес с одеждой хочу закрыть, поехать на работу. Не обманут ли я? Главное, смогу ли по здоровью? Выдержу, рискнуть? Нет, не рисковать. Сын заканчивает учебу в Польше. Получится у него? Да. Спасибо за то, что в сложное время вы с нами. Это так важно за нас. Спасибо. Наташа Марченко. Доброго вечера, Андрей Андреевич. Пискажите, пожалуйста, чей циколик метод, как выбрать имя для детей из двух-трех вариантов? Какие-то подобаются, как звучит, а какие-то по характеристикам, как бы не помылиться. Сейчас время такое, когда очень хорошо давать настоящие христианские имена великих людей. Потому что вот те дети, которые сейчас рождаются, это будут дети, которые в дальнейшем будут великими людьми. Они будут жить в великой стране. И вот такое имя, как, допустим, Моисей или Сара и так далее, они могут быть очень хорошими для ребенка. А метод какой? Моего брата называла мама когда-то. Она сказала, не знаем, как назвать его. И папа мой говорит, ну давай первый мужчина, который зайдет в наш дом, дадим ему имя этого человека. После этого сосед пришел Владимир, потом приехал ее брат Владимир и потом еще кто-то из Владимиров тоже пришел. Они даже имя не знали, а тот человек, который пришел, звал отца, он вышел и говорит, слушай, я никогда не спрашивал, там Зуб его звали, он соседом был. Говорит, слышишь, Зуб, ты, как тебя зовут? Он говорит, Вовчик. Он говорит, надо же. И после этого назвали Вовой. Если вы хотите, чтобы сила проведения и сила, наверное, высшая сила дала ему имя, то тогда это может быть. Я с Розой, у нас Роза приснилась всем и всем сказала, назовите меня Розой. Можете точно так же сказать себе, пусть первые три человека, пусть делайте так. Я желаю, чтобы в жизни мой ребенок был абсолютно счастливым. И я хочу, чтобы первый человек, который мне позвонит, или первый человек, который зайдет, или первый человек, кто скажет мне хорошую весть, я в честь вот такой вести назову именем этого человека ребенка. Он судьбу не повторит, но сила проведения даст ему элемент фортуны. Его даже назвали в честь хорошего чего-то. Можно так. Диана Назарова. У моей сестры психическое нарушение, но она не хочет лечиться. Что нужно сделать, а ученица первой обновленной ступени? Ничего. А что вы можете сделать? Складывайте ручки, просите хорошую судьбу. Второй вопрос. Я слушаю ваши шумы год. Можно сделать перерыв? Как хотите, можете не делать перерыв. Можете их 10 лет слушать, пока не будет у вас задача исполнена. Наталья Ворона. Есть беспокойство за сына, ему исполнится 18. Прошу вас совета. Выехать с сыном за границу или оставаться в Украине. Не переживайте, война через год закончится. Поэтому в Украине вашему ребенку уже ничего угрожать не будет. Людмила Пономаренко. Дочь беременная. Доктор сказал, ребенок обвид пуповина. И ответил. Бориса Федоренко. Подскажите, вернусь на Украину? Вернетесь? Восстановится бизнес? Да. Алексей Новому. Боже, Андрій Андрійович, подскажи, чи будемо ми новонуком від мого сина, чи побачу його? Да, буде. І побачите, і все буде гарно. Наталя Браварник. Доброго дня, Андрій Андрійович. Радов вас знову бачити. Чути прямих ефір в Україні. Війна багато загинула у новинних людей. Але з вашою допомогою стараєшся переключатись на позитив. На вулиці весна і знову у Києві цвідуть каштани та бузок дуже красиво. Андрій Андрій Андрійович, хочу вас запитати. Я займаюся проритуванням обіди на позитив. Получиться розвивати в цій сфері надалі, чи треба шукати щось інше. Получиться робити свою працю далі. Купувала семінар про гривень нового року. Там ви розказували про мета з книги для вибору професій. Мені випала сторінка, на кіре сповідається про цілицтво. Розвиватися в цій сфері. Розвиватися у вас хорошо буде получатися. І торгуйте їдою, теж буде хорошо получатися. Не переживайте, ви йдете правильним путем. Всегда помните, що одна із особливостей нашої життя зв'язана з тим, щоб чоловік получав радість в житті. І люди зараз це забувають. Тому що те страдання, і той голод, і той ужас, котрі ми всі 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 ввіділи, і в котрі окунулись нечайно, багато нашим русським братьям, славянським народам, ми, конечно, чуть-чуть в офігевшем состояниї. Ну і це не дає нікакого поводу переводити себе в состояние бесконечного страдання. Хочу із цього всього розказати вам інтересний іудейський анекдот. Однажды к Равину пришел человек і говорить, «Моі діти страдають, все голодають, на улиці війна, а мені нужны деньги». Він говорить, «Цын мой, для того, щоб человеку пришли деньги, він должен принять благодать Божию. А як це зробити?» Сказано в Талмуді «Радуйся, і придет благодать жизненная». Він говорить, «Как же радоваться, якщо діти голодні, якщо жена вреднічає, якщо жіння плоха?» Він говорить, «На що только не пойдеш ради денег». Друзі мої, запомніть цей анекдот. Ідіть на все для того, щоб получати від жизни радість. Іспользуйте цей метод, він действительно змінить вашу судьбу, і ви будете кожен день получати благословення, яке сделає вас більш везучим человеком. «Лимар Нали, мучаюсь ночными кошмарами, боюсь спати ночі, як просыпаюсь, очень плохо себя чувствую, спасибо зарані». Сделайте шапочку, пошейте такую шапочку, щоб от нее були две веревочки, колпак с двумя веревочками или двумя трубочками желательно. Есть длинний колпак, а есть двумя веревочками колпак. Вот пошейте такой, щоб одна шапочка, от нее шли два бубончика, двумя веревочками, двумя трубочками. После чого одевайте на ночь перед сном, і кошмары исчезнут. В случае, якщо кошмары исчезнут, потом завяжите между собой эти два бубончика на несколько узлов і выбросьте эту шапку. Кошмаров больше никогда не буде. Уважаємо Андрій Андрій, здрасте. Я очень хочу вас спросить, стоить ли мне сейчас увольняться все-таки с военной положення. Заведуючая взялась вредить, не знаю почему, как будто чокнулась. Страшно дальше оставаться. Любят подругой подставлять, лучше увольняться. Валерия, Валерия, при устройстве на работу начальница делала все возможное, чтобы остановилась и передумала. Скажите, какие перспективы у меня на работе? Переведут ли меня на другую должность? Переведут. И очень волнует, как скоро будут дети. Не знаю, не могу сказать сейчас. Анастасия Бондарева, подскажите, пожалуйста, какой род деятельности мне принесет успех с деньгами? Каким заняться бизнесом? Сейчас я мастер по эпиляции. Отлично, становитесь мастером по маникюру, мастером по депиляции, лазером и так далее. Развивайтесь, у вас хорошо получится в этом направлении зарабатывать. Люба Майсио. Уже давно задаюсь вопросом, не могу решить. Помогите принять решение, давно живу в Италии, уже на пенсии. Стоит ли мне возвращаться в Украину? Стоит. Катрин, Катрин. Мой парень Франсуа, он очень плохо спит по ночам. Мне кажется, его мучают духи. Смогу ли я ему помочь выкупом или мантры, чагимой, или чисткой от зла, над алтарем, или это психическое расстройство? То, что он плохо спит по ночам, это связано у него с заболеваниями действительно душевными и сердечными. Каким образом помочь можно этому человеку? Почистите дом. Почитайте для него вот эти препутав, тряфсык и степлово. Посмотрите, чтобы не было никаких препаратов, которые там можно принимать, которые могли бы... Там кофе не нужно, алкоголь не нужно. Так что начните давать успокаивающие препараты. Все будет лучше. Когда можно возвращаться к Краматорску? В конце июля. Задаю первый раз вопрос. Не знаю. Может, что-то не так, напишите, обещайте. Будь ласка. Война оголилась и почутки очень заплуталась. У нас двое детей. Человек, как хороший, напьет, но словами очень ображает. И выкручивает все так, как будто я усьому винна. Может, лучше сейчас разъйтись? Нет, нет. Та не шкодите життя один одному? Нет. Чи то я и справді сама себе накручу? Может, как выйду с декретом на работу, то не буду так гостро реагировать на все? Чи можно поехать с детьми из страны, так бы мовити, трохи оголтаться и пересмислить ценности? Дякую за ответ, мир и добро. Люди, которые сейчас находятся в этой стране, которые все остановилось, они должны знать, что война, она может проникать не только в жизнь человека. Она может проникать в сознание, в душу и разрушать семьи. Не пускайте ее. Доброта внутренняя и желание что-то сделать для человека может все изменить. Старайтесь. Побольше играйте с детьми. Побольше там... Муж говорит, как успокоить абьюзера? Когда он говорит, ты там такая-то такая. Говорите, да, любимый, как скажешь, я изменюсь. Вот делайте так. Даже если вам обидно. Смотрите, до того момента, пока вы обижаетесь, вас будут угнетать. Когда вы начнете соглашаться, это все исчезнет. А потом в какой-то момент, когда это перейдет уже в ненорму, он начнет там конкретно, скажет, да сколько это может продолжать? А ну-ка, хватит уже. Вот так. Сначала собака соглашается, а потом как укусит за палец, и потом ее уже боятся. И потом на нее уже не шипят, и так далее. Ее начинают уважать. Но сначала она должна соглашаться. Соглашаться, соглашаться. Нужно ли расставаться, и нужно ли сейчас разрывать отношения? В вашем случае нет. Уезжать вам нужно или нет? Уезжать можно, но это не решит ваши вопросы никак. Вы все равно приедете к мужчине, и все равно будете хотеть жить вместе. Сергей Пустовой. Дайте, пожалуйста, совет, какие перспективы рынка коммерческой недвижимости в Украине? Или стоит искать другую работу? Рынок Украины взлетит. Это произойдет к августу месяца. Не торопитесь. Все будет супер. Не стоит искать. Будет получаться зарабатывать на этом. Скажите, пожалуйста, получается мне уехать за границу на работу, или остаться дома в Молдавии? Лучше выезжать за границу для вас. Наталья Кодину. Узнала полгода назад, восхитилась, увлеклась, изучая первую платную ступень. Живем с сыном в большом городе в Италии, по глобальным событиям не смогли работать в последнее время, отказались быть подопытными кроликами и живем на ранее заработанной. Правильно. Можете подсказать, стоит ли уехать из города поближе к земле? В каком направлении искать, чем заниматься? Все, что связано с приготовлением пищи, все, что связано с красотой и даже изготовлением косметики, будет получаться. Сейчас слушаю шумы. Прохожу в СНГ, я приобрела абсолютное выравнивание судьбы, проходила обряд сердечный. До войны начала проходить первую ступень. 16 лет прошло просто развода. У меня наладится личная жизнь. Да, наладится. Вы красивая женщина, все будет у вас супер. Наладится и влюбитесь. Будет очень все неплохо. Что-то сегодня качество не очень, да? Женя! Женя! Слушаю. Хорошее качество, да? Ага, потому что здесь на моем компьютере отображается плохо почему-то. А, понятно. Ах ты. Андрей Андреевич, подскажите, планирую ехать к врачу в Днепр. Не помогает ничего из таблеток, рекомендует гипноз. Стоит ли ехать или нет? Стоит ехать. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, я смогу в этом году вернуться домой? Да. Здравствуйте, моя дочь. Вера очень хочет уехать с моим сыном и мною в Болгарию. Мы в оккупированной территории. Стоит уезжать? Да. Андрей Андреевич, изможно моя навистка на РДТДТ, на РБЛЭКО, получится? Пусть принимает прогистерон, обязательно, потому что у нее это не получается сделать из-за низкого. И ей нужно жить где-то на юге. Андрей Андреевич, пожалуйста, будет развал банковской системы? Да. Смогу ли я преодолеть? Почему вы отключили просмотреть ступень первой и второй в ютубе? Моя ступень хочу включая, хочу нет. Я перестал верить людям. Да, я и раньше не особо верил, но я перестал. Я перестал понимать, что люди, которые готовы использовать мои эзотерические знания, будут использовать их грамотно и хорошо. Поэтому я решил, что я не хочу просто так отдавать первую ступень, кому попало. Потому что я для того, чтобы эту ступень или эту школу сделать, потратил много времени в своей жизни. Не буду я помогать людям. Почему? Многие, кто прошел первую ступень, это было много людей. После того, когда начались действия на территорию Украины, написали мне очень много плохих слов. После этого чуть не заблокировали мой канал. Пусть будет у меня мало людей, которые являются учениками, зато они будут проверенными и они будут все моими. Начала практиковать шумнак. Какое-то изменение в жизни будет. Если ученица школы, то будет. Если нет, не практикуйте. Шумнак, он только для учеников школы Кайлас. И обычному человеку это ни к чему не приведет. Это эзотерическая практика. Если вы ее не знаете, там ничего не произойдет. Скажите, я смогу в этом году вернуться домой? Да, ответил. Хотим ребеночка, получится. Получится, да. Вы с семьей не уехали в другую страну. А почему я должен уезжать из своей страны? У меня очень большая ответственность. У меня есть предприятие, там работают сотни людей. У меня есть виды бизнеса, где работает очень много людей. Я работаю с политиками в Украине. Пока я в Украине, эту страну никто не захватит. И пока я в Украине, в этой стране будет только победа. И то, что я нахожусь в Украине, позволит Украине выстоять и быть победителем в этой войне. Жене своей обещала этого не говорить. Пусть простит. Добрый день. Моя донька уже семь роков живет в Америце. И улыб не выходит замуж за американца. Чи будешь любым счастливым? Хотелось, чтобы подаровать молодой семье. Будет счастливая, да. Все будет доброе в ней. Скажите, будь ласка, чем получится мне заработать гроши, там, где я сейчас нахожусь? Интернет. Занимайтесь и обучайтесь продвижения в интернет. Польша, Гданьский университет, медицинский центр взял под опеку. Подскажите, пожалуйста, получится вылечить, реабилитировать? Вылечить? Нет. Привести в хорошее состояние, да. Можно ли читать мантры, если стоят рядом книги про убийство и так далее? Да, пожалуйста. Буду ли я проживать с сыном в собственном жилье? Сейчас проживаем в коммуналке. Со временем? Да. Через несколько лет. Когда вернется мой сын, он в плену? Не быстро. Простите. Вы правы, учитель. Нельзя верить в ваши решения. Всегда правильно обдуманные. А бывает. Я никого не обвиняю. Я ни при чем, мне все равно. Спасибо огромное за возобновление вебинара. Очень рада видеть. А я вас. Можно ли включать шумы животным? Болеет питомец, онкология? Можно и нужно. Шумы на животных работают лучше, чем на людей. Потому что у животных сознание не работает. И на них напрямую включаются данные шумы. Есть шумы. Специально сделан общий шум для питомцев. На моем сайте Дуйко Гуру. Он так и называется. Лечение животных. Любому. Даже коровке. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, у моих знакомых нет детей 15 лет? Ну, пусть знакомые обращаются. Вы каким боком к этим знакомым? Подскажу это. Стоит ли сыну оставаться жить в Питере или в Таллинн вернуться? В Таллинн лучше вернуться. Куплю себе квартиру в следующем году? Нет. Дочь положения. Сын стал работать на такси. Как у них сложится? Мы с вами. У сына не очень хорошо сложится с работой. Но хорошо сложится с тем, что начнет встречаться с девочкой. И она родит ему ребенка. А потом и у вашей дочери родится ребенок. Она уедет за границу. Как-то так. Вылечится ли мой сын алкоголизма? У него водянка мозга. Ему нельзя пить. В этом в следующем году нет. А в конце следующего, скорее всего, да. Стоит ли уезжать у сестры с сыном инвалидом, а сама изрубежного? Хочу ехать в Швейцарию. Стоит. Вот это да, супер. Хорошее известие. Пусть простит Сонечка. Но для нас это приятная новость. Спасибо. Как можно продать родительский дом? Приходите в родительский дом, ходите вокруг него и начинайте им удивляться. Ой, какой красивый забор. Ой, какой дом. Ой, и чем больше восхищений, тем быстрее купите. Можно ли эзотерически убрать эзотерическую грыжу пупочную? Можно. Называется семинар ментальное целительство или эзотерические методы целительства. Проходите. Там я даю методы, в том числе и пупочную грыжу. Яка перспектива налагодить свое семейное життя? Ее перспектива для меня выйти замуж? Конечно, Наталья Коноваленко. Вы дуже гарная жінка. Замуж выйдете. Все хорошо. Есть очень хороший семинар. Он называется «Выйти быстро замуж». Также семинар 47 Сангая. Там тоже быстро выйти замуж. Проверено. Работает 100%. Проходите. Я желаю всем радости, счастья. Не пускайте войну в голову, в сердце, в ноги. Вам нужно жить. А жить это значит не проживать. Жить это значит что-то делать для семьи. Это радоваться тому, что происходит вокруг вас. Даже если придется завтра умереть, то последний день можно прожить в радости и счастье. Его не нужно создавать и излучать. Пусть оно живет внутри. Внутренняя радость проявляется как доброта. Внешняя радость проявляется как веселье. Поэтому веселитесь и будьте добрыми людьми. С вами был Андрей Дуйко. Не забудьте оставить свои комментарии. От этого очень много зависит. Сейчас очень большое количество людей почему-то практически ежедневно пишут гневные комментарии и жалобы на мой канал YouTube. После которого один из каналов, которые есть в YouTube, был уже заблокирован. И это все не очень хорошо. Потому что вы наверное заметили, что час видео я просто заблокировал и поставил их только для спонсоров. Почему я это сделал? Это связано с тем, чтобы не ставили комментарии. Чтобы только спонсоры, которые оплатили, могли оставлять комментарии. Потому что очень много людей начали комментировать. Я даже когда блокировал комментарии, то начали ставить дизлайки, писать на канал и так далее. Поэтому я решил для того, чтобы спасти канал, что-то попрятать. Но от вас зависит дальнейшее продолжение работы данного канала. И поэтому когда вебинар закончится, обязательно опубликуйте ссылку на данный вебинар у себя в социальной сети. А также обязательно сохраните себе на канал YouTube. Там есть плюсик внизу. Вот есть плюсик. Как называется сохранить, добавьте себе и он будет у вас находиться на вашем канале. Когда много комментариев, много вот таких ссылок, то канал становится релевантным и к такому каналу относятся хорошо. А если много критики, то такой канал блокируют. Поэтому давайте мы вместе сохраним. Пусть эзотерика живет. Пусть эзотерика процветает. Эзотерика управляет миром. И в общем-то я хочу вам сказать, что все будет для всех хорошо. Особенно для моих учеников первой ступени и остальных ступеней школы Кайлас. Проходите первую ступень школы Кайлас. Становитесь профессиональными эзотериками. В вашей жизни все получится. Не забывайте о том, что я сказал, что существуют чит-системы. Это шумы, которые позволят вам изменить судьбу. Это коды, которые эффективно изменят судьбу. Тренажеры. Это метасоники. Это действительно та эзотерика, которая принципиально способна изменить судьбу. По поводу алкоголиков и всего остального. Там есть у меня метасоник. Этот метасоник называется от алкогольной зависимости. Также есть метасоник от ожирения. Можете их приобретать, носить. Они действительно очень эффективно помогают человеку. Быть добру. До свидания. С вами был Андрей Дуйко.